Тысячи сторонников сербской оппозиции вышли на антиправительственный протест в Белграде. Они вновь потребовали аннулировать результаты парламентских выборов, которые прошли в декабре. На них победила правящая коалиция, сформированная вокруг сербской прогрессивной партии. Она набрала 48% голосов. За коалицию оппозиционных партий «Сербия против насилия» проголосовали 24% избирателей. Однако Международная наблюдательная миссия заявила, что сербская прогрессивная партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния президента Александра Вучича и нарушений при голосовании, таких как подкуп избирателей. В декабре в знак протеста против результатов выборов лидер правоцентристского альянса «Сербия против насилия» Мариника Тепич объявила двухнедельную голодовку. Она обвиняет правящую коалицию в мошенничестве. «Им это просто так с рук не сойдёт. Есть ещё одна хорошая новость. Мы не только добились проведения дебатов в Европейском парламенте о фальсификации результатов выборов в Сербии, но и того, чтобы Европарламент принял специальную резолюцию по Сербии и выборам в Сербии». Правящая коалиция отвергает все обвинения, а сторонники оппозиции между тем не собираются отступать. «Протесты продолжаются, и мы будем только настойчивее. Что ж, таковы планы – оставаться настойчивыми». «Я ожидаю, что мы продолжим с того места, на котором остановились. Выявим фальсификации на выборах и очевидное мошенничество. Мы надеемся, что Европа нам в этом поможет». Протестующие также почтили память сербско-косовского политика Оливера Ивановича. Шесть лет назад его застрелили неизвестные в городе Косовско-Митровица на севере Косово.